А в прошлом видео голду выигрывает Сергей Кондратенко, если ты тоже хочешь выиграть, то тогда подписывайся на канал, нажми колокольчик, поставь лайк и укажи в комментарии ID ВКонтакте. Танк, спеши! Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Вы смотрите экспериментальный выпуск шикарных позиций. Почему именно экспериментальный? Ну, потому что тут будут показываться в основном позиции из тренировочной комнаты. И их, в общем-то, применить в обычном бою практически нереально. Да, и в принципе и незачем это в большинстве случаев. Но, всё-таки решил вам показать, то есть долго думал, что с этими реплеями делать, они накопились. И решил, что может быть кому будет интересно, к тому же тут есть на что посмотреть. Хотя бы ради, так скажем, развлечения. Если вы что-то подобное будете делать в рандоме, пожалуйста, в общем-то, думайте, зачем вы это делаете. В большинстве случаев это делать нельзя, не стоит. Потому что просто будете тупо терять время. Некоторые нычки, конечно, занимаются не очень долго. Но, всё-таки, так скажем, с умом подходите. Лучше просто в тренировочной комнате там полазите ради прикола. И никому вреда не будет от этого. Ну, это такое вот немножечко предупреждение, лирика. Ну, а вот первая позиция. Вы сами можете видеть, что игрок вытворяет. Я тут небольшую нарезку сделал. Потому что, ну, хочу ваше время, во-первых, экономить, чтобы интереснее было видео. И этот реплей меня поразил. Это прям какой-то скалолаз танковый. Как он тут перемещается по горам, по камням, ныряет. Как бы разработчики не пытались закрыть все эти места камнями там и любыми другими способами. Всё равно найдутся игроки-скалолазы, которые везде пролезут. И покажут нам что-то новенькое. Кстати, не забывайте присылать свои реплеи по ссылке в описании. Также в комментариях ссылку добавлю. Надеюсь, не забуду. И если что-то можете показать интересное, то присылайте. Не только такие позиции, где там вы забираете фиг знает куда. А даже какие-то позиции простенькие, но эффективные. Ну, которые, по крайней мере, всем неизвестны. Их можете присылать. Посмотрите, игрок забирается всё выше и выше. Он тут преодолевает дистанцию. Но смотрите внимательно. То есть, некоторые моменты я тут подрезал. На самом деле, всё это дольше было. По таймеру можете примерно понять, сколько это. Ну, в общем, это скорее такой вот рекорд Гиннесса по залезанию на гору. То есть, в реальном бою, ну, практически, я думаю, пользы не будет. Тут слишком долго лезть. Бой всего-то 15 минут длится. И никакого смысла в этом нет. Так что это больше для развлечения. Ну, посмотреть, куда можно залезть, если захотеть. На позадинце игрок, в общем-то, залезает сюда. Вроде бы как стоковый он, если я не ошибаюсь. И действительно весело так катается. Тут подпрыгивает. Где-то, где-то, чуть или не знаю, там не зацепляется. В общем, действительно круто. Но это ещё не всё. Реплеев довольно много. И вот следующий на карте перевал. Давным-давно, кстати, можно было забраться на эту гору с разных сторон. Разработчики постарались, заделали там всё камнями. Но, как оказалось, можно залезть на гору. И, кстати, вот этот вот момент можно использовать в реальном бою. Не в каждой ситуации, не в каждом бою. Но, может быть, там сложится такой вот бой, где вы один остались против двух врагов. И где-то их нужно тут подкараулить. Если вы, ну, уверены в своих силах, что там заберётесь очень быстро. Что, на самом деле, чрезвычайно сложно. Если вы, там, в тренировочной комнате долго тренировали свои навыки и уверены в том, что залезти можно, попробовать. И, действительно, отсюда можно, там, неплохо так затащить, нагнуть. Далее у нас карта степи. И, опять-таки, тренировочная комната. Игрок, играючи, закатывается как-то, заскальзывает на эту горочку. И начинает тут активно передвигаться по полям, по лугам. Ну, что-то вообще невообразимое. То есть, казалось бы, разработчики должны были всё это заделать. Но даже вот этот вот профессионал на ЛТ 10 уровня, даже он, на самом деле, тратит много времени. Опять-таки, это нарезка, обратите внимание. Но, на самом деле, далеко не с первой попытки он на позиции залетает. Даже вот этот вот эксперт-скалолаз, который уже, наверняка, собаку съел на этом всём. И знает, как залезть на самую высокую горочку. А вот это, кстати, весьма полезно в рандоме будет. То есть, если нужно как-то залезть вот с этой стороны неожиданно, то можно попробовать вот так вот залезть и как-то атаковать тут противника, арту внезапно. Что довольно круто. Это ещё один весьма полезный такой вот приём. Если его наизусть, так скажем, изучить, то можно реально им воспользоваться. Вот так вот залететь. Главное, тут не перевернуться. Ну, вот игроки, на самом деле, несложно как-то залезают. Но у них, наверное, опыт есть. Далее у нас на базе можно сюда залезть. Ну, вроде как я это показывал. Но, тем не менее, повторение мать учения тоже можно, в общем-то, воспользоваться в каких-то редких, редчайших ситуациях. То есть, я не рекомендую, конечно, на ЛТ тут стоять в начале боя. Не то, что не рекомендую. Я категорически против этого. Далее у нас вот такая вот позиция. Тоже игрок заскакивает на неё довольно просто. Тут, кстати, кусты можно там встать, поснайперить и посветить из кустов. В общем, может быть, в бою тоже пригодится. То есть, нужно с умом подходить к этому всему. То есть, может быть, какие-то реально места можно в бою реализовать. Если вы уверены, опять-таки, на 100% в том, что залезайте без проблем, там, без потери времени. Там по 10 минут, не надо, пожалуйста, залезать. И вот такая вот позиция ещё одна. Ну, несложная она. Тут можно в кусты встать. Я, правда, не знаю, фейковые это кусты или нет. Потому что разработчики некоторые кусты, как оказалось, фейковые делают. Но вот эти вроде не фейковые. Вот они, видно, там, очертания, контуры танка через них смотрятся. Ну, можно встать и, например, светить противников, которые рашат по центру, к базе. Далее у нас ещё одно такое место. Опять-таки, неприменимо, скорее всего, в рандоме. Незачем его занимать. Но для прикола, так скажем, показываю вам всё, что прислали. Вы уже, так скажем, судите сами. Ну, тут уже вас просто убьют, если вы сюда залезете. То есть, ну, вряд ли получится реализовать. Ну, если только на танке с крепкой башней, то сомнительно. И то он вряд ли сюда заедет. Наверное, только ЛТ, может быть, сюда сможет заехать. Карта Тундра. Игрок, наверное, с шестой позиции смог сюда заскочить. Сверх сложный такой финт. Сверх такой крутой паркур. Игрок показывает. Ну, на самом деле, может быть, и пригодится такая вот позиция. Если сюда заехать, не знаю, ну, на ЛТ вряд ли это пригодится. Но на какой-нибудь СТ-шке, что опять-таки, вряд ли получится. Ну, было бы полезно, может быть. Там стать как-то, снайперить врагов, которые к базе подбираются. В общем, ну, просто впечатляет, куда игроки способны залезать. При этом разработчики явно свою позицию, ну, показали позицию, я имею в виду мнение о том, что они против всего этого. И будут бороться с этим, как только можно, там, закрывать все камнями. Но сейчас разработчики редко используют, насколько я знаю, невидимые стены. То есть, они понатыкали везде камней. Но это не помогает, как вы можете видеть. Ну, и последняя позиция. Пишите в комментариях, нравится ли вам такие вот реплей в тренировочной комнате. Или лучше именно из рандома. Или лучше, может быть, что-то полезное более показывать. Такое практичное, нежели такие вот реплеи. Ну, такие реплеи, скажу честно, они больше для развлечения. Просто посмотреть, куда можно залезть. Кстати, это из рандомного боя. Ну, вот такие вот дела. Присылайте свои позиции. За лучшие из них можно получить голду. Спасибо за просмотр. Буду рад вашей оценке, лайку там. Ну, и желаю вам всего наилучшего. Пока. Пока.